Предпринимателей по повышению качества и безопасности перевозок транспортных услуг, во-первых, конечно, в пределах имеющихся финансовых возможностей выработки каких-то мер по поддержке этих перевозок, ну и консультативная методическая помощь в данном местном самоуправлении в решении задач. Вот сегодня губернаторам даны какие поручения министерству, и мы буквально, наверное, в ближайшее время с органами местного самоуправления будем работать по этим поручениям, они заключаются в чем? Необходимо крайне подготовить какую-то комплексную программу развития и совершенствования транспортного обслуживания. Поэтому, безусловно, и администрации города Комсомольска, и другими муниципальными образованиями района мы совместно будем собирать предложения, план мероприятий по этому вопросу. Самые насущные, самые актуальные вопросы, конечно, будем рассматривать и включать. Значит, где-то будет эта программа на уровне муниципального образования, где-то будет общая краевая программа, отдельные, наиболее емкие мероприятия будут подходить в эту программу. Безусловно, мы рассчитываем, что при подготовке такого плана мероприятий окажет нам посильную помощь общественность, в том числе общественных городов Комсомольска. Значит, ну, наверное, как это и следует из социальной значимости транспортного обслуживания населения, основные вопросы, которые будут отражены, мы предполагаем, что они будут отражены в этом документе, и которые мы возьмем под жесткий контроль совместно с органами местного самоуправления. Это, конечно, вопросы безопасности и качества транспортного обслуживания. Ну, будет уделено, значит, более, может быть, повышенное внимание развитию муниципального сектора перевозка, ну и развитию инновационных видов транспорта, экологических и чистых, как внедрение автомобильной перевозки газомоторного топлива, создание газозаправочной инфраструктуры и последующее, в общем-то, приобретение и выпуск на маршрутах перевозок. Это автобусы, которые будут работать на газомоторном топливе. В городе Хабаровске, столице нашей, значит, там эта работа потихонечку ведется, уже более 90 автомобилей автобусов на городских маршрутах работают. Значит, есть построенная, значит, одна заправочная станция, которая, правда, к сожалению, еще не функционирует, но рассчитываем все нюансы, будут приезжать со временем решены. Заправка осуществляется с учетом, значит, имеющейся передвижной газомоторной, газозаправочной станции. Ну, Газпром, газомоторное топливо обещает на будущий год у нас проект построить две заправочные, приступить к строительству двух газозаправочных станций в городе Хабаровске и в 21-м году такую газозаправочную станцию планируют построить в городе Томсомольске. Ну, это в части таких общих вопросов. Что касается, если непосредственно полномочий, которыми занимается министерство, это межмуниципальные перевозки, безусловно, транспортное обслуживание населения города Томсомольска, то же самое, значит, межмуниципальные перевозки в этой решении этого вопроса имеют немаловажное значение, ну, к примеру, ежесезонные перевозки. Это и относится к межмуниципальным перевозкам, поэтому мы проводим ежегодно. Уже два года аукционы заключают государственные контракты. К сожалению, после ликвидации муниципальных предприятий на эти перевозки находят частные предприниматели. В прошлом году и в этом году. Безусловно, хочу сказать, что задача решается, но вопросов и проблем на этих перевозках очень много. Я буквально сегодня, перед тем, как прийти к вам на сайте, встречался с транспортным предприятием, мы определили, в том числе, решение того вопроса, который прозвучал сегодня. Здесь обустройство дачных маршрутов автобусными остановками. Значит, проведено обследование этих маршрутов. Значит, на предмет наличия или отсутствия вот этих вот остановочных пунктов. Это обследование, к сожалению, упрек был высказан и в адрес нас как организаторов, ну, в свою очередь, вы сказали упрек в адрес предпринимателей. Немножко он затянулся, но мы сейчас вот эти акты, которые, значит, составлены по результатам обследования в соответствующие дорожные структуры направляем и будем контролировать, чтобы, ну, в течение этого сезона, может быть, в начале, к будущему сезону, каким-то образом остановочную инфраструктуру обустроить, чтобы она более-менее соответствовала потребностям пассажиров. Ну, у меня, в принципе, все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Какие есть вопросы к Анатолию Павловичу? Напомню, заместитель начальника управления дорожной деятельностью и отобедного транспорта Министерства промышленности Поворотского управления и транспорта Поворотского управления. У меня не вопрос, у меня, конечно, пожелания. Сергею Ивановичу, конечно, спасибо за социальные карты. Ну, как бы, 300 рублей, конечно, для нас очень маловато, если можно, ну, хотя бы до 500. И ждем, потому что перевозчики как-то не хотят работать с ними, не хотят внедрять их. Ну, как, по нашим данным. Не хотят что делать, не хотят перевозчики? Возить по социальному картам? Да. Ну, во-первых, по социальному картам возить все равно... Или это как-то будет принудительно, как это будет осуществляться? Потому что это законодательство краевое. Ну, а на предмет того, что увеличить сумму, ну, это, видите, я, к сожалению, сейчас вам не пообещаю, что-то, значит, по этому вопросу сказать не могу. Это все будет зависеть от наличия денег в бюджете. И на этот год бюджет уже сформированный больше денег, безусловно, не будет на будущий год. Опять-таки, в зависимости от наполнения бюджета. Ну, у вас в Комсобольске на ООНе, значит, в Комсобольском районе, реализация начнется с октября месяца. Мы их уже получили, да. С октября месяца, значит, это начнется перевозка. Сегодня, значит, эта работа, сегодня в крае определён оператор, который будет осуществлять, значит, вот техническое обеспечение этого вопроса. Это московская компания, которая планирует, как мне, насколько мне известно, где-то, ну, наверное, в начале будущего месяца, приехать в город Комсомольский совместно со всеми предпринимателями провести разъяснительную работу. В Хабаровске и в Хабаровском районе сегодня эта работа начата, каким образом, на межмуниципальных наших пригородных маршрутах так внедрены. Сегодня они, ну, со скрипом, конечно, будут так сказать говорить, потому что всё новое всегда, гладко не начинается. Значит, ну, они, эта работа ведётся. На городских перевозках взят определённый переходный период до сентября месяца, потому что там очень много вопросов, которые возникли уже в процессе реализации вот этого проекта. Поэтому, ну, вот, Комсомольский едет на пиратах, и предприниматели, я вот сегодня встречался с двумя предпринимателями, им посоветовал все вопросы, которые, те вот, какие проблемы у Хабаровска, ведь вы же общаетесь с Кирмей, так как перевозчики общаются друг с другом, они знают, надо, чтобы эти проблемы в городе Комсомольске не возникали, поэтому заранее их нужно прорабатывать, может быть, где-то в каком-то тестовом режиме никому-то, значит, взять и начать эту работу, значит, чтобы уже, значит, наработать какой-то опыт, то есть, чтобы, как и влюбрить, и уже во всеоружии. Прошу вас, ещё один вопрос из-за камеры. Вы сказали свои предложения, Алексей Прасимович. Когда избирали Вячеслава Ивановича, я тоже вспышал про эту проблему, но сказать, к сожалению, ничего не смогу, потому что я работаю в сфере автомобильных перевозок, и железнодорожная не моя стихия, а это, кстати, тоже мне интересно, вот вы задали, я у своих коллекций безнодорожников поинтересуюсь и по возможности тогда, может быть, вас проинформируются. Ну, вы не вас колукавите. Во-первых, это не глава говорил, а Волков, замгубернатора тогда говорили. Он говорил. И он говорил в предположительной манере, как бы хорошо было. Поэтому не надо, как ты перейдёшься. У меня главный вопрос, который я, наверное, городу не мог задать, и это, может, и даже и вам я немножко вопрос не в адрес задам. Хотя кто выше правительства Хамаровского края? У нас главным участником транспорта постепенно становится такси. Когда три человека на такси из одной точки города в другую доедут дешевле, чем на автобусе, такси постепенно становится главным видом общественного транспорта. То есть вот по городу Хамаровский дороже у нас 70 рублей. Можно доехать, например, из одного конца центрального района в другую. 4-5 километров. А вот тут бардак просто неимоверный. Значит, за руль садится кто угодно, он приходит, включается в программу, нажимает кнопку «Я здесь и поехал». Курят в салоне, грязь в салоне, машина еле едет и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Кого он сейчас? Кто эти вопросы будет решать? Кто вообще может контролировать систему такси и каким образом? Ведь понимаете, в чем дело? Это может привести к огромному серьезному увеличению травматизма. А никто же не проверяет, сколько он за рулем сидит. 5, 6, 15 часов. Я знаю, есть люди, которые в одном случае отработали 8 часов на одну компанию. Переходят тут же, работают 8 часов на другую компанию. Он может спокойно убить пассажира с его собственного. Никто его не проверяет на здоровье. Никто не проверяет на алкоголь. Вообще никто не проверяет. Это задача глобальная. Я так понимаю, так как операторы теперь общероссийские, задача глобальная, но и говорить о ней нельзя. Есть ли какие-то рычаги у вас воздействуют на такси? Ну, ситуация с таксиомоторными перевозками, она следующая. Она регулируется соответствующим федеральным законом, которым определены полномочия органов исполнительной власти субъектов. Одни из основных полномочий, это мы выдаем у себя разрешительные документы на занятие этой деятельностью, которые являются основными документами, по которым перевозчики могут выходить на эту сферу. И та структура, которая выдает эти разрешения, перевозок пассажиров, багажа, такси, та же структура, она имеет полномочия по контролю за качеством выполнения перевозок. Эта структура называется Государственный комитет по лицензированию и контролю Хабаровского края. У нас такая структура есть. Выдает она эти разрешения и по Хабаровскому, и по Хабаровскому району, и по Хабаровскому, то есть по всему Хабаровскому краю. Но, безусловно, было сказано, что есть определенные ограничения в части проведения проверок. Это же предпринимательская деятельность. Поэтому там действуют те же законы, которые действуют во всей структуре предпринимательской деятельности. И там тоже есть ограничения определенные по проведению проверок. Но, хочу сказать, что комитет по лицензированию и контролю, безусловно, откликается оперативно на любое обращение. Потому что, если поступает обращение, которое перейдет на качество и безопасность при оказыванном услуге, они, независимо от того, что есть какой-то мораторий на проведение проверок, они выезжают, смотрят, проверяют и наказывают нерадимого предпринимателя. Ну, то есть, что вы посолите эти комсомольчане? Ну, увидим, что человек за рулем либо пьяни, либо машина, когда записываем номер машины, момент события, не пишут в новом. Да. И еще хочу сказать. В общем-то, вот, конечно, сам по себе единственным числе комитет, он не справится с этими задачами. Безусловно, здесь надо, значит, чтобы решали, значит, эти все задачи все организаторы телевоза, в том числе и органы местного самоуправления. Не хочу, значит, бросать камень, значит, по дорогам местного самоуправления, но позиция, ну, не следующая. Это особенно, в общем-то, у нас, когда проявляется в городе Хабаровске, они заявляют, что сфера организации перевозок такси, значит, полномочиям органов местного самоуправления не относится. Ну, я хочу эту позицию покритиковать, но в другом плане, что, значит, перевозки пассажиров багажа в вековом такси, это тоже, значит, то же направление транспортного обслуживания населения. Такси является транспортом общего пользования. И в пределах органов, значит, границ муниципального образования, они также должны, значит, находиться каком-то подведомстве органов местного самоуправления. Если это пускать на самотерные все, значит, на краевую инструктуру, значит, ну, понятно, что с комитета по лицензированию люди не наездятся во все судебы. Я с Анатолий Павловичем будем работать вместе. Можно вопрос? В комсомольске можно, сейчас, секунду. В комсомольске на море мы найдем все-таки общий язык. Прошу вас. И будем, наверное, заканчивать на этом. У меня один вопрос. Получается, для того, чтобы таксисту встать, выбран в комсомольном работе, ему необходимо ехать в Хабаровске и получать разрешение? Ну, я сейчас не готов вам сказать все эти точные, но, естественно, разрешение надо получать в городе Хабаровске. Есть ли у них сегодня, значит, такая практика выдачи этих разрешений в электронном режиме, давайте уточним. Скорее всего, от этого уже то же самое существует. Просто я к чему говорю, потому что если ехать в Хабаровск, а к каждому таксисту, конечно, никуда не поедут и опять на вас заработают. Ну, почему? Ездят и получают по всему, не только из Хабаровска, и в советской гавани приезжают, направляют документы, значит, по почте, по электронной, их рассматривают, им дают, значит, замечания, они просто замечания устраняют. Не обязательно как-то раз ездят в Хабаровск. Это можно еще раз говорю, в электронном режиме. Только потом приехать, получить разрешение после того, когда все документы будут проверены. Ну, я думаю, труда не составляет. Спасибо. Спасибо, Анатолий Павлович. Я еще один забыл вопрос. Бурдаков, Владимир Александрович. Все, спасибо. А можно сказать про как первый взвод? Так чисто. Подождитесь, давайте. Владимир Александрович, сколько вам надо? Я думаю, что не хватит за свои мнения, потому что в процессе второй взводки этого вопроса вышла следующая ситуация. То есть, некоторые вопросы, которые мы задавали, где-нибудь без встречи, он нас перенаправлял в другие подразделения администрации города Комсомольска. А получается, вроде бы вопрос один, работа районного транспорта, а отвечают несколько у нас, получается, подразделений. Получается, как у Райкова. Вопросы, говорят, к пуговицам есть, к пуговицам претензий у нас нет. Но в целом, тот шелпиджак мы не знаем, потому что работают все. А в чем вопрос у меня, например, возник? Это Максим Вячеславович до конца не сказал, например, остановка около поликлиники номер 5. Согласно сайту, ее общий комитет существует, эта остановка. На улице Демитрово автобус номер 5, я должен делать две остановки, совершенно в других местах. А у нас фактически получается как? Я подъехал проверять эту остановку, остановился на автомобильной стоянке, сфотографировал, все посмотрел, сел в машину и сижу и ждут, когда у нас люди на этой автомобильной стоянке загружаются, как говорится, в автобус номер 32. А потом, когда возникнет какая-то ситуация, если бы, например, выезжал в автобус, столкнулся, у меня здесь остановка. Но это никто, нигде никак не обозначил. Кому вопрос? Я понимаю, что упор от кнута. Вы отвечаете, говорите, да? Но у вас прописано в контракте две остановки, совершенно в других местах. Кто за это ответил? Обратимся к управлению дорожного, до у меня остановка, вообще там, там, и начинаем делать по кругу. И таких вопросов, к сожалению, у нас много. Вот автобус номер 34. Кто из местных жителей знает, что остановка из автомобиля на номер 10? Только кто там проживает. Потому что это просто идет тротуар, пишет, вот, ну все. А о том, что там остановка, никто не знает. А это же проблема потом в правилах дорожного движения, кто-то совершил, там, ДТП или еще что-то. Это все вопросы потом вылезут таким образом. И будут вопросы уже не, там, к участникам ДТП, а это будут вопросы к администрации. И вот поэтому я хотел бы обратиться к Алицею Валерьевичу, потому что это не вопрос к академизму. То есть у нас есть один большой вопрос общественного транспорта, ну и должно быть, наверное, как констанция. Единое окно. То есть пришел, если бы ему проблемы, я не принимаю, а потом уже внутри, там, отнесся, решать эти вопросы. То, что он должен сделать. И все-таки, я думаю, надо оборудовать, это, ну, считай, не такие большие деньги, это информационный подвод. Ну, человек должен подойти, не так, например, на ДТП, похоже, там, оказывается, у нас входит автобус номер один. То есть видите автобус номер один? Да и никуда вы не видите. Потому что эта табличка висит еще, ну, не знаю, лет 15-20, когда. И также у нас по-другим, я бы говорил, всем автобусам, основы. То есть привести соответствие, что у нас нет, чтобы люди понимали, даже приезжие, местные, о том, что здесь остановка таких-то автобусов, с таким-то интервалом движения, чтобы они понимали. Потому что я говорю, ну, ладно, там, люди посвященные, они открывают этот сайт, будут у вас, да, я сейчас им пользуюсь, смотрю, где у нас идет автобус. Потому что стоять на заморке, в зимнем, там, в сене-передушном достаточно, ну, проблематично. Негде спрятаться, холодно и так далее, подобное. Тоже вот автобус речный. Вот сейчас я специально допустил и посмотрю. Это у нас речной вокзал, проходные заводы Мужстар. Это, как в докладе сказали, у нас место трамвайного маршрута, номер 3. Ну, во-первых, идет не по трамвайному маршруту, это по автобусу, это раз. Второе. На маршруте сейчас находится один автобус. Нормально. Начинают пользоваться чем? Правильно. То есть люди уже знают, что надеяться на автобус нельзя, трамвайный автобус не будет. Надо вызывать или такси, или просить знакомых, чтобы ехать на автомобиле. Но у нас, к сожалению, вот я говорю, места, мы вот говорим, там, автобусы, там, какие-то проблемы технические. Но вот есть, значит, такие выплаты, что при движении на скорости 50 км в час для одного пассажира трамвая требуется 1,8 квадратных метров дорожного баллопада. Для пассажира легкового автомобиля требуется 160 квадратных метров. Вы понимаете разницу? То есть, получается, у нас нет общественного транспорта, как я в свое время ездил на Золоке-Гарина, с Привозального района. Я ездил с этот трамвай, очень удобно было. А сейчас этого нет, пересаживаемся на автомобиль. И что в итоге? А в итоге сейчас, чтобы уехать в стадион, например, в Переверю, с 50-ми штук, это пробки. Потому что все пересаживаются на автомобиле. И там на автобусы. Но почему-то никто не спрашивает мнения тех же, там, жителей, о домах, которые находятся около завода Гагарина, там, Калина 41. Вы посмотрите, все люди знают о том, что на общественном транспорте, если вы уехали, садятся на автомобиле, едут, там, зовут Гагарин, как нет там стоянок, такие крошки, они бросают машины по всем дворам. И получается, дворы мы разбиваем, газоны мы разбиваем, ремонтировать дороги нам надо, мы расширяем ком-шоссе, для того, чтобы, ну, люди присаживаются на автомобиле, надо, чтобы двигаться. И получается, мы идем в никуда. О чем сказал Максим Вячеславович? О том, что нам нужно концепции развития все-таки общественного транспорта в городе Комсомолске. Вы посмотрите, я говорю, на нет лица, я тут выложу табличку, там, например, по поводу трамвая. Две строки. Где запускаются трамвая и где убираются трамвая. Никто не удивится о том, что запускаются трамвая по всем, как говорится, страна мира, а убираются только в одной стране, в России. Не только в одной стране. Нет, я смотрю, только в России. Я согласен, Владимир Александрович. Значит, давайте в наше решение сегодня предложим, да, предложим администрацию города разработать концепцию развития общественного транспорта в городе Комсомольске-на-Амуре. Включая туда все виды общественного транспорта, о которых мы сегодня говорим. А у нас есть комплексная схема, организация дорожного движения, в которой все это прописано. Концепция развития – это не схема. Концепция развития – это перспектива развития определенных направлений. По поводу того, что трамвая убирается только у нас, нет трамвая убирается людей из центра. В Барселоне из центра, в центре Парижа давно нет, из центра. Я могу перечислить много городов. Там очень интересно, там один трамвая убирается, а трамвая ставится на выездные, на выездные, так сказать, лучевые дороги. То есть обеспечивает маршруты наиболее напряженных транспортных артерий, где люди ездят в центр города и из центра. Вот как вариант, может быть, этого смотреть. Давайте заканчивать, пожалуйста. Прошу вас, последний вопрос. У нас есть советы в полиции. Ничего смешного. Это не очень недавно. Вы попробуете, например, 31 декабря утром, приезжая из Хабаровска, заказать такси. Шесть пятеров или триста-триста. Вот так копала Малина, думаю, и моя кружка. И другие праздники. И я так думаю, что в буднике, там собираются все городские такси, какие у нас есть. Вот. Диспетчер говорит, обождите, такси заняты. Обождите пять минут, десять минут. Дочь прождала 40 минут. Я говорю, так, убирай шесть пятерок, давай на триста. То же самое. Потом приезжает. Я говорю, ну что, приехала в рот. Он говорит, мам, да нет. Я говорю, там их полно таксистов. Я подошла. Триста рублей. Так доехать. 110, а так триста. Пожалуйста. И я говорю, что эти минуты в самую порту нужно заняться. Это серьезный вопрос. Спасибо. Просто, понимаете, мы не в ресторанах живем. Картейный сговор в 300 или 200 водителей, как невозможно доказать. Это точно. Значит, есть предложение? Говорите, плачу в полтора счет. Все. Вас увезут. Конечно. Мы сами выбрали в 91-м году этот строй. Сами, конечно, демонстрации. Далой проклятую компартию вперед. Мы теперь пожинаем то, что имеем чужого. Многие, многие. Ну, хорошо. Я тоже. Заканчиваем. Давайте на вас. Давайте у нас еще два небольших вопроса есть. Отражаем все, что вы здесь сказали в протоколе. Мы потом протокол доработаем и опубликуем его на сайте, на нашей страничке, на сайте администрации города. Все рекомендации администрации города. И я хочу сказать, что давайте с вами сотрудничать по этому вопросу. Я был в Министерстве именно транспорта буквально неделю назад. И ваш общественный совет очень хотел, чтобы с ними начали работать. С ними и отдача связывали. Давайте наладим работу. И те вещи, которые касаются вас, мы вам обязательно из протокола отошли. Договорились? Спасибо. Первый вопрос рассмотрен. Благодарю вас за внимание. У нас еще у вас совсем небольших вопросов осталось. Первое. К нам сегодня пришла начальник отделения по работе с родственниками УВД России по комсомольству на Амуре. Надевнюка Ирина Владимировна. Ирина Владимировна, вам пять минут. Пожалуйста. Уважаемый общественный совет, присутствующий. Поближе к микрофону. Все мы прекрасно знаем, в 91-м году у нас распался Советский Союз, но не все граждане бывшего Советского Союза смогли адаптироваться под предложенные им условия. Многие прибыли на территорию Российской Федерации с бывших республик Советского Союза в младенчестве. Кто-то несовершеннолетний прибыли сюда с родителями. Кто-то просто прибыли по паспорту гражданина Российской Федерации. Ой, извините, по паспорту гражданина СССР в 1774-го года. И до сих пор не документирован паспорт гражданина Российской Федерации. В силу каких-то жизненных ситуаций. Может кто-то побоялся в свое время прийти и оформить этот паспорт гражданина Российской Федерации. Кто-то уже обращался в конце 90-х годов, начале 2000-х, с этой проблемой, чтобы его документировать паспортом гражданина Российской Федерации. Возникали множество вопросов, сложностей при документировании. Один из таких проблемных вопросов, это у людей нет вообще никаких документов. Самое страшное, что эти люди до сих пор живут без документов, либо по старым паспортам гражданина Советского Союза. Это не только люди предпенсионного и пенсионного возраста. Люди, которые не в состоянии ни работать, ни получать пенсию. То есть они находятся за грани нищины. Это также и молодые люди, которые прибыли сюда с родителями на территорию России, в младенчестве. Просто по свидетельству о рождении. У кого-то это свидетельство о рождении уже утрачено. У кого-то оно до сих пор еще есть, и они содержат свои семьи, нелегально работают где-то как-то. Но они наши сограждане. В принципе, смысл моего выступления здесь в том, чтобы мы облинулись и посмотрели на тех, кто живет рядом с нами. Это могут быть и на дачных поселках. Это где-то просто жители нашего дома. Просто посмотрите, кто рядом с нами живет. Огромная просьба. И если рядом с вами есть такие люди, у которых нет документов, мы все равно все общаемся со своими соседями. Кто-то рассказывает свои проблемы, проблемы своих родственников, знакомых. Просто вы встретили человека на улице. Огромная просьба. Если у вас нет возможности перевезти этого человека к нам, на Аджиникидзе 21, в отдел по вопросам миграции. Просто дайте ему наш номер телефона, дайте ему наш адрес. В принципе, вы можете позвонить нам и сказать, что по такому-то адресу, в таком-то подвале, в подъезде живет такой человек. Мы сами выведем по данным адресам. Мы работаем с такими людьми, документируем их. Проблема в том, что большинство из них родились за пределами Российской Федерации. Надо восстанавливать их документы. Основной их документ на сегодняшний день, для того, чтобы из дальнейших документиров паспортом гражданина Российской Федерации, это свидетельство о рождении. Страны бывшего Советского Союза не всегда идут на контакт с нами. Не всегда хотят работать по восстановлению свидетельства о рождении этих людей. Занимается очень много времени. От нескольких месяцев до 1-2 лет. У нас есть такие люди, мы с ними работали. Мы их уже на сегодняшний день документировали. Просто огромная просьба. Не забывайте этих людей. Не проходите них. Все, пожалуйста. Спасибо за секречное выступление. Наш номер телефона. Значит, давайте так, давайте подведем здесь с вами резюме. Куда обращаться к гражданам, если мы увидим такого человека рядом. Я, честно говоря, удивлен. Я почему-то таких людей не вижу, но, может быть, не там хожу. А куда обращаться, номер телефона и конкретно какие действия укрепления. Наш адрес Арджиникидзе, 21. Номер телефона 52-46-49. Это мой рабочий телефон. И я отвечу на этот номер, и отвечу на все вопросы, и запишу адрес, по которому находится данный человек, и сотрудники моего отделения. Еще один. Еще можно позвонить на номер 52.